Меня попросили прокомментировать Red Battle двух известных российских рэперов, Оксимирона и Гнойного. Сразу скажу, что по правилам YouTube я не имею права использовать оригинальное видео, а только фотографии. Ссылка на саму дуэль под роликом. Видео словесной схватки было опубликовано в ночь на 14 августа и сразу же стало невероятно популярным. Сейчас в сети его активно обсуждают. Я хотел бы сказать, что я увидел во всей этой истории. Сразу скажу, рэп не моя музыка. Я очень далек от этой субкультуры. Но тем не менее, эту дуэль посмотрел с большим интересом. Участвовали в ней два мне малоизвестных человека, хотя их так или иначе я уже слышал в разное время. Оксимирон, настоящее имя Мирон Федоров, один из известных российских рэперов, который осенью этого года, насколько я знаю, даст большой концерт в комплексе Олимпийский. Мирон очень образованный парень. Он поездил по миру, также иммигрант, пожил в Германии, в Англии, окончил Оксфорд. В его текстах можно найти ссылки на произведения литературы и кинематографа. Его соперник – рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова, он же Вячеслав Карелин. Больше известен в узконаправленных сообществах баттлов. Он выпускает треки под разными псевдонимами, активно использует табуированную лексику. Его тексты очень провокативные. Считается, что Гнойный – нигилист, человек, который отрицает мировую культуру и переворачивает все с ног на голову. В общем-то, он не скрывается, что придерживается левых взглядов. То есть, это такой человек, который за мировую революцию, победы рабочего класса над капитализмом и прочей подобной фигне. Другими словами, в этих двух парнях мы видим столкновение двух политических идей. Один – либеральный, то есть Оксимирон, умный, образованный, прогрессивный. Другой – провокативный, левый, презирающий либерализм, эдакий Сергей Удальцов в баттловой среде. Пожалуй, это именно то, что будет разрывать Россию в ближайшее время. И сейчас уже этот конфликт назревает. Именно поэтому интерес людей к подобному диалогу очень большой. Оксимирон – типичный либертарианец или либерал, назовите как угодно. Это человек образованный, открытый, с хорошим знанием нескольких иностранных языков. В своих текстах он призывает своих слушателей быть частью мировой культуры. Он не видит свою страну, закрытой и изолированной от всего мира. Его тексты лишены ксенофобии, шовинизма, антисемитизма и прочей лабуды. Другой – полная противоположность либеральному Оксимирону. Обратите внимание на один из его псевдонимов – Слава КПСС. Скорее всего, это несчастный ребенок, выросший в семье престарелых родителей, очень сильно тоскующих по временам совка. На мой взгляд, нужно быть полным идиотом, чтобы желать изоляции, победы, мировой революции и всего того, что уже пережила Россия. И, казалось бы, полностью от этого отказалась. Но, тем не менее, таких людей, думающих вот именно так, в России очень много. К сожалению, такое ощущение, что Россия снова, переходя столетний рубеж, хочет вернуться на тот же самый виток истории. И вот подобные Слава и есть типичный представитель этих самых тоскующих по совку. Он скрывается, он меняет псевдонимы, имена, он не хочет ни с кем коммуницировать, он использует нецензурную лексику. Это такой представитель быдла массы, чуть-чуть интеллигентнее на фоне всех остальных. Конечно, прежде всего, людей завораживает вот эта способность выражаться нецензурно. Зрители как бы внезапно обретают другое измерение свободы. Своим интересом к этой битве люди показали, что внутри общества назрела потребность честного и открытого разговора между представителями разных оппозиционных лагерей, при этом на равных условиях и абсолютно открыто. Без цензуры и ограничений подобного рода дуэль стала своего рода очень ярким контрастом с телевизором и с тем, что там ведется монотонный монолог. Никто никого не слушает, идет какой-то беспрерывно серый шум и люди уже устали от этого. Они понимают, что все, что в телевизоре – это ложь, наслаивающаяся одна на другую, постановочная, ненастоящая. То же, что показывают рэп-баттлы, здесь люди открыты. Они говорят друг о друге все то, что считают нужным, опускаясь при этом до нецензурной лексики, нарушая табу. И глядя на этих двух парней, неожиданно понимаешь, что под всем этим пудом лжи и пропутинской пропаганды в обществе вызрела и сформировалась какая-то совершенно другая культура. Прежде всего, культура, касающаяся молодых. Тоска по бесцензурному, свободному, равному диалогу – вот что стоит за этим феноменальным всплеском популярности. Символично и то, что победил гнойный, сухую, со счетом 5-0. Другими словами, левые идеи сейчас в России побеждают. И очень многие эксперты предсказывают, что скорее всего так и будет. Если в ближайшем будущем столкнется условный Навальный с условным Удальцовым, победит скорее всего Удальцов. И в этом нет ничего удивительного, потому что в закрытом авторитарном обществе, особенно когда большая часть населения нищает и живет на грани фоа, всегда побеждают левые идеи. Именно этим они и страшны. Именно так случилось в России в 1917 году, когда на смену царскому режиму пришли не буржуа, либералы и крепкие экономисты, а оборванцы-революционеры со своими утопическими дурацкими идеями, а затем утопили страну в крови. К сожалению, но видно по всему, Россия снова выходит на повторный виток своей многострадальной истории. Увы, такие как Оксимирон в России не победят. В ближайшее время победят в России такие как Гнойный. Даже если абстрагироваться от текстов, а лично я не особо вслушивался в то, что они говорят, мне была интересна сама подача. Если все суммировать, вывод мой такой. Рэп Баттл показал, что в обществе назрела тяга к диалогу. Второе. Этот диалог с обществом должен быть открытым. Получается, что тягу к диалогу даже в авторитарном обществе трудно убить окончательно. И люди, вот эти два молодых парня, они как бы показывают и символизируют собой протест общества. Язык диалога против языка монолога.